Дамы и господа, я всех приветствую! Сегодня будет максимально подробный и надеюсь интересный обзор вот этих вот часов от компании Xiaomi. Сегодня разберем все их плюсы и минусы, ну по моему личному мнению. Ну и давайте не будем затягивать и приступим. Обычно обзоры я начинаю с плюсов, но сегодня не такой день и поэтому сегодня я расскажу о нескольких минусах данных часов и потом конечно же поговорим и о плюсах. Итак, начнем с того, что по заявлению производителя эти часы должны работать около 6 месяцев без замены батарейки. На деле у меня получилось что-то в районе 4 с копейками месяцев. Конечно, я ими пользовался активно, были включены все уведомления, был включен будильник и так далее. Но это все-таки намного меньше, чем заявляла компания Xiaomi. С чем это связано, я немножко предполагаю. Возможно, это связано с тем, что прошивка была не совсем оптимизированной и поговаривают, что в тех обновлениях, которые я уже установил, все будет гуд. Естественно, этими часами я пользовался где-то в районе 4 с половиной месяцев, потом у меня села батарейка, но так как я не смог найти в местном городе такую батарейку, здесь идет такая довольно редкая модель, то я заказал ее из Китая. Два месяца эта батарейка шла ко мне и только сейчас я смог ее поменять и, в общем-то, начать ими пользоваться. Как же я ждал этого времени? Ну и следующий минус, это сама замена батарейки. Она здесь непростая. Не думайте, что вам удастся просто взять, подковырнуть и заменить батарейку. Здесь очень сложно отсоединить заднюю крышку. Сюда я вставлю те короткие видео, которые я записывал, когда пытался разобрать эти часы. Это нереально сложно. Я думал, что это самое сложное, что можно сделать, но я ошибался, когда я уже установил сюда батарейку и попытался собрать эти часы. Сделать это еще сложнее. На втором канале я выложил видео, инструкцию о том, как это сделать, как разобрать, как собрать. Так что смотрите, если очень важно. Конечно же, не буду только говорить о недостатках, поэтому немножко поговорим и о преимуществах. Первое преимущество заметно, конечно, вам сразу. Это их дизайн. Они очень красивые, они очень стильные, они очень тоненькие, ну как мне кажется. И у них очень хороший, красивый ремешок. Я не знаю, кожа это или нет, но в принципе ремешок очень живучий. Вот за все время, они у меня в использовании где-то около 5 месяцев в общей сложности, да, со всеми этими перерывами. За все это время ремешок вот в таком состоянии. При том, что я его мочил, то есть я принимал с ними душ, там первые несколько месяцев я принимал душ, но потом я стал их снимать. То есть мне было интересно, выйдут они из строя или нет. В общем-то, как вы можете заметить, идут и показывают даже время очень точно. Следующий момент, это отличная застежка. Она мне здесь понравилась, потому что она довольно мощная. Также она очень удобная для застегивания одной рукой. И часы у меня никогда не сползали, не растянулись, не были расхлябанными. То есть, в принципе, по ремешку у меня претензий, ну, как таковых нет. Конечно, он не самый лучший, но что мне нравится, это то, что он, во-первых, стандартный по размеру. То есть вы можете на Алиэкспрессе найти таких ремешков, ну, просто уйму. И заменить их на какой хотите, хоть кожаный, хоть силиконовый, хоть металлический. Это огромный плюс, что Xiaomi не стали тут мудрствовать. Конечно, хотелось бы, чтобы они еще и батарейку сюда поставили более популярную. Потому что мне, например, не понравилось то, что я не смог в своем городе родном найти такую батарейку. Конечно, живу я в глуши, но все-таки. Следующий момент касается защитного стекла. Оно здесь очень прочное. Несколько раз я на него давил всем своим весом, когда пытался защелкнуть заднюю крышку после замены батарейки. И оно не растрескалось, нигде оно не дало слабину. То есть мне понравилось. Стекло само по себе очень прозрачное, довольно толстое. И не играет. То есть я когда всем весом на него надавил, оно не сыграло. Оно действительно очень толстое здесь. Также мне понравилось, что оно не меняет картинку, изображение. Оно отлично читается при любых условиях. Понятно, что дисплей есть темный, есть светлый. Светлый чутка поинтересней. Получше будет видно в темноте. На ярком солнце видно и те, и те очень хорошо. Но светлый на ярком солнце немножко отражает в глаза. Именно поэтому я заказывал черный. Потому что в основном-то время мне интересно узнавать в течение дня, а не ночью. На часах есть всего лишь один орган управления. Это вот такая вот кнопка. Также на часах есть возможность увидеть количество пройденных шагов. Здесь идет градация до 20 тысяч. Но если вы нашагаете больше, то стрелка упрется и не будет дальше двигаться. Но сам счетчик внутри будет считать и в приложение все отправит. Кстати, по поводу приложения. Сейчас покажу, как оно работает и какие в нем есть функции. Также поговорим немножко о калибровке. Помимо этих часов в постоянном использовании у меня MS Fitbit. Поэтому кому интересно сравнение, то это все-таки более спортивный вариант. И они не под все случаи жизни подходят. Но здесь, конечно, функции просто немерено. Если вам нужны просто хорошие качественные часы, стильные, с которыми не стыдно показаться где-то на публике, в обществе. То понятно, что Xiaomi в этом деле выигрывает. Какой момент хотелось бы отметить? Он является и плюсом, и минусом. Минус это то, что здесь слабая вибрация. То есть вы иногда можете пропустить входящий звонок, например, или уведомление о будильнике. Но это относится больше к тем, кто очень крепко спит. В основном, в принципе, вы всегда будете это все ощущать. То есть все очень индивидуально. И кто-то сможет отметить это как плюс. Потому что некоторые не любят, когда сильная вибрация на вот таких носимых устройствах. А кто-то скажет, что это наоборот минус. Потому что ему, например, не хватило этой вибрации, чтобы услышать уведомление. От себя могу сказать, что мне лично хотелось бы чутка посильнее. Но понятно, что это расходовало бы сильнее батарейку. И кому-то это, возможно, не понравилось. Поэтому Xiaomi всем угодить не могут. На момент, когда я заказал эти часы, самая низкая цена была в GearBest. Сейчас самая низкая цена на AliExpress. И стоят они там плюс-минус около 50 долларов. На JD и на GearBest они стоят около 80. Я не знаю, из каких соображений GearBest, в общем-то, сочиняет свои цены. Но это нереально дорого. Стоит ли их покупать за 50 долларов? Я считаю, что да. Если вы хотите сделать хороший, качественный подарок. Или вы хотите себе действительно хорошие, точные часы. Потому что у меня за все время использования никогда не было проблем, что они отставали или спешили. Кстати, о калибровке. Если вдруг у вас они показывают неточное время, их нужно просто откалибровать. Ну а теперь немножко по поводу управления этими часами. Управляется все с фирменного приложения, которое называется Mi Home. Вот оно у меня первое вверху. Это является минусом, потому что Xiaomi за такие деньги не придумали даже отдельное приложение. Ладно, хорошо. Допустим, будем управлять с помощью Mi Home. Но что нам дает это приложение? А в принципе ничего. Ну, во-первых, функций не сильно много. А во-вторых, оно только на китайском. То есть для того, чтобы использовать эти часы, нужно использовать специальный плагин, по-моему он называется. Этот плагин скачивается при добавлении часов в это приложение. Весь секрет в том, что он может работать на английском, только в том случае, если само приложение вы переведете на английский язык. Но почему из-за одних часов я должен все приложение переводить на английский, с русского? Это неправильно, это некорректная работа. Я считаю, что тут Xiaomi накосячили, в принципе, как это часто у них бывает. Потому что они делают это все для своего внутреннего рынка. Я не буду их за это ругать, потому что эти часы придумывались не для нас с вами. Они придумывались для китайцев. Поэтому китаец, когда берет, запускает приложение Mi Home на своем родном китайском языке, он соединяется с этими часами. И его нисколечко не пугает, что там нет английского языка или тем более русского. Это всего лишь наши придирки. Но наши придирки к ним не относятся. Они делают это для себя. Хотите, пользуйтесь. Не хотите, не пользуйтесь. Ну что, после запуска этого приложения, можно, в общем-то, эти часы найти с помощью плюсика, как обычно, добавив новое устройство вот здесь сбоку. И после этого они будут отображаться вот здесь в списке, как Mi Quartz Watch. Заходим. Обязательно должен быть включен Bluetooth. Видно, что здесь сейчас у нас идет соединение и показывается актуальное время. Ну что ж, давайте посмотрим, что могут эти часы с приложением. А могут они очень мало всего. Но, несмотря на это, часы все равно интересные. Лично мне нравится, что делает Xiaomi. И обычно, если они делают что-то, то они делают это качественно. Итак, начнем с того, что в приложении вы видите актуальное время. Тот часовой пояс, в котором вы сейчас находитесь. Его можно задать тоже отдельно. Также видно, как бежит, скажем так, анимированная секундная стрелка в виде такой небольшой кометы, которая огибает весь круг Земли. То есть такая немного интересная анимация. Итак, начнем с самого верху. Здесь мы видим, ну, во-первых, название самих часов. Дальше мы видим состояние батарейки. Написано, что ее достаточно. И, в общем-то, мы можем либо вернуться в Mi Home, либо вот здесь открыть менюшку и посмотреть. Информация о теле. Здесь мы можем ввести вашу личную информацию. То есть дату рождения, ваш пол, рост и вес. Следующий элемент меню – это информация о девайсе. Здесь можно увидеть модель часов. Видно прошивку. У меня сейчас самая свежая – 1.05.25. Дальше у вас адрес блютуса и номер батарейки. То есть вам для того, чтобы заменить батарейку, например, вы не знаете, какая здесь установлена, вам не нужно раскрывать часы, вам нужно просто посмотреть в настройки. Ну, согласен, удобная штука. Дальше вы можете откалибровать данные часы. Заходим сюда. И здесь нужно ввести то время, которое сейчас указано на самих часах. Но вы можете откалибровать не только сами часы, но и шагомер. В общем-то, шагомер калибруется по нажатию на эту иконку. Заходим, например, в часы и вводим данные по часам и по минутам, которые сейчас отображаются на табло. И здесь выбираем Next. Если вдруг вы откалибровали часы и у вас часы немножко отстают, то можно нажать вот сюда на оранжевую эту подсказку. И вы сможете поминутно настроить эти часы, чтобы стрелка показывала более точное время. Следующий элемент меню – это настройки вибрации. Здесь можно отключить вибрацию, когда батарейка уже подсела. Дальше можно выставить время, когда у вас не будет производиться вибрация, например, во время совещания и так далее. Ну и, в общем-то, оставить как есть. То есть, чтобы он вибрировал всегда, когда у вас настроено какое-то уведомление, оно приходит. Например, о звонках, либо о будильнике. Дальше основные настройки. Здесь вы можете переименовать часы, как они будут отображаться в приложении. Проверить на обновление прошивки, удалить девайс, добавить на рабочий стол иконку с запуском быстрым этого плагина для часов. Дальше установить временную зону. У меня сейчас здесь находятся Хельсинки, то есть это плюс 2. Вы ставите свой часовой пояс. Либо оставить фидбэк, если у вас какая-то проблема. На английском вы можете оставить. И разработчики, возможно, в следующем обновлении плагина все поправят. Но, скажу честно, что выходит не так много обновлений, поэтому не так часто. Поэтому эти часы поддерживаются не очень хорошо, к сожалению. Но сейчас, на данный момент, пока у меня никаких проблем не было. Вот этот жор батарейки, насколько я знаю, они поправили. И, в общем-то, работает все точно, четко. Я даже не знаю, что здесь еще можно добавить или улучшить. Из тех функций, которые есть, все работают корректно. Если подняться чуть ниже, то тут видно, сколько шагов вы всего сделали. То есть они отображаются и в самом приложении, и на часах. Вот здесь интервальное уведомление. То есть вы можете его включить для того, чтобы он через определенное время вам сигнализировал этот плагин на ваши часы. О том, что наступило время, которое вы задали. Заходим сюда и видим, что можно активировать, либо деактивировать эту опцию. Допустим, мы ее активировали и можем выставить, чтобы через каждые, например, 5 минут было уведомление на часах. Для кого это важно? Ну, это важно для тех, кто, например, сидит в офисе и регулярно хочет, чтобы у него проходили какие-то разминки, физические нагрузки и так далее. Вы выставляете уведомление через каждые, допустим, 45 минут. И вы, не засиживаясь за компьютером, через каждые 45 минут будете вставать, делать легкую разминку. И, в общем-то, в этом часы, конечно, будут очень удобными. И здесь идет у нас обратный отсчет. Можно задать интервальное время и можно сбросить время. Например, вы сделали зарядку, нажимаете Reset Time и он ведет заново счетчик. Дальше есть уведомление о звонках. Ну и будильник, это классическая опция. Здесь он у меня установлен на 6 часов утра и показано время до начала будильника и, собственно говоря, время будильника. Также можно эту опцию отключить, а еще можно добавить несколько будильников. Я не помню, по-моему, до 10 штук можно добавить. И единственное, что хотелось бы, чтобы здесь не было АМПМ, а было сразу 24-часовое значение. Ну, в общем-то, не знаю, кому как удобнее. А также можно выставить, чтобы он повторялся, например, каждый день, только в рабочие дни, только в праздники, только в выходные, либо кастомные, то есть по-своему. Вообще в разнобой, например, если у вас плавающий график рабочий. Я думаю, что я рассказал все по данным часам. Стоит ли их покупать? Это очень хороший вопрос, особенно для тех, у кого как бы не так много денег, кто хочет хорошие часы. Если у вас не так много денег, я думаю, что за эти деньги можно купить что-то намного функциональнее и интереснее. Но если вы очень любите компанию Xiaomi и вам не нужна куча всяких функций, которыми вы не будете пользоваться, то почему бы не взять, например, вот эту модель. Я, например, нисколько не жалею, что я их заказал, мне они очень понравились. Если вдруг Xiaomi выпустит какие-то новые часики, я бы с удовольствием заказал и потестил. Эта модель оставила у меня хорошее впечатление, несмотря на то, что есть определенные минусы. В целом, это достойные часы. Но вы можете со мной не согласиться. И если вы со мной не согласны, напишите в комментариях, что конкретно вам не нравится в этих часах. Мне будет интересно об этом узнать. И, в общем-то, если что, я сделаю дополнительно видео с опытом использования. И там расскажу о том, что вам не нравится в этих часах, чтобы предостеречь, например, от покупки других людей и пользователей. Меня, например, они устроили. Понятно, что за эти деньги можно взять что-то поинтересней. Но каждый выбирает под свой вкус, под свой кошелек и под свои задачи. Кстати, по поводу материала ремешка. Он, как заявляет компания Xiaomi, кожаный из какой-то там специальной кожи. Тут в этом я просто совсем не разбираюсь. Тут стоит либо доверять компании, либо вы можете написать в комментариях, как ее можно проверить на натуральность. И, в общем-то, сделать определенные выводы. Я думаю, что они прошли это полугодовое испытание. И этот ремешок показал себя с хорошей стороны. Поэтому можно говорить о том, что это хорошая, качественная кожа. Может быть, я и не совсем в этом разбираюсь. Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментарии. Напишите, какими часами вы пользуетесь. Модели часов. Может быть, одна из этих моделей мне приглянется, понравится. Я закажу ее в Китае. Сделаю о ней свои выводы. И вы поможете другим людям купить что-то более интересное, чем, например, вот эти часы. Всем хорошего настроения. Добра, любви, здоровья. Не забудьте, что все ссылки находятся в описании. Там ссылки, где я заказывал, где можно купить дешевле. И ссылка, конечно, на кэшбэк, чтобы сэкономить с каждой покупки. А, и заходите в группу ВКонтакте. Там куча купонов, интересных акций, новостей, скидок, распродаж. Пока.